Добрый вечер. Меня зовут Махеш. Я родился в 1979 году. Сейчас нахожусь здесь. И, возможно, я буду жить на Земле до 2030 или 40 года. Если, конечно, Земля всё ещё будет существовать до этого времени. Я лишь хочу узнать, где я был до 1979 года и где я буду после смерти. Если мне предназначено находиться в этом мире в течение определённого времени, то кого я представляю? Брат задал вопрос. Он сказал, что он родился в 1979 году, и сейчас он в Эмиратах. И он хочет знать, где он будет после смерти. И он говорит, что это случится приблизительно в 2030 или 40 году, если этот мир не исчезнет к тому времени. И он спрашивает, где он будет после его смерти. И кого он представляет? Брат, ты представляешь самого себя. Если, конечно, ты не изменил своё тело и не выдаёшь себя за другую личность, и не стараешься что-то скрыть. Если это ты настоящий, то ты представляешь самого себя. Это во-первых. А что касается того, где ты окажешься после смерти, то это зависит от тебя и от того, чему ты следуешь. Если ты следуешь за последним священным откровением книгой Коран, то после смерти ты окажешься в раю. А если ты пойдёшь против законов Творца и отвергаешь последнее откровение книгу Коран, то после смерти ты окажешься в аду. Поэтому, если ты решишь принять повеление Аллаха сегодня и последовать за ними, то всё, что ты сделал в промежутке между 1979 годом и 14 апреля 2019 года, всё это будет тебе прощено. Все грехи будут прощены, превратятся в ноль. За всё, что ты совершил в прошлом, ты не будешь спрошен. Потому что наш достопочтенный посланник, пророк Мохаммед, мир ему, сказал, «В тот момент, когда человек принимает Ислам, все его прошлые грехи и ослушания стираются. И в зависимости от того, насколько ты следуешь предписаниям Творца, я могу сказать тебе, где ты окажешься. Но ты не знаешь, когда умрёшь. Если ты скажешь, «В этом случае я просто приму Ислам в 2029 году до того, как умру в 2030». Брат, ни ты, ни я не знаем, сколько проживём. Ты сам ведь сказал, «Если земля ещё будет существовать». Я не знаю, когда земля исчезнет. Всевышний Аллах говорит в Сур-Люхман, глава 31, аят 34. Поистине, только Аллах обладает знанием о судном часе. Мы не знаем, сколько лет осталось, несколько лет или несколько десятилетий. И мы не знаем, сколько ты проживёшь и сколько проживу я. Поэтому, в тот момент, когда ты осознал истину, прими её. И тебя они спросят за прошлое. И затем следуй и практикуй по мере твоих сил. Поэтому вопрос, где ты будешь после смерти, зависит лишь от тебя самого. Я всего лишь могу направить тебя на путь. Аллах говорит в 88-й суре Гащия, аят 21-й, 22. Напоминай, ведь ты только напоминаешь. Здесь, пророку говорят, твоя обязанность донести послание, а наставление на путь истины только в руках Аллаха. Поэтому я хочу спросить тебя, брат, после смерти, ты хочешь попасть в рай или ад? После смерти ты хочешь попасть в рай или ад? Честно говоря, я не знаю. Ты не знаешь? Потому что для меня рай и ад существуют здесь. И это зависит от нас. Да, но рай и ад в этом мире временные. Как я упоминал ранее, Коран говорит в суре Мульт, во втором аяте. Он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Эта жизнь представляет собой испытание. И средняя продолжительность жизни человека в этом мире — 60-70 лет. Кто-то умирает в 20, а некоторые в 50, а некоторые доживают до 100. Но средняя жизнь человека между 60 и 70 годами — это временный период. Следующая же жизнь, она вечная. И когда ты говоришь, что рай и ад находятся здесь, и стараешься превратить эту жизнь в рай, собирая богатство, сокровища и распивая алкоголь, то в следующей жизни ты пойдешь в ад. Всевышний Аллах говорит в суре Худ, «Тем, кто жаждет ближней жизни и ее прелестей, мы сполна воздадим в этой жизни». Но в последней жизни для них не будет ничего, кроме огня. А тем, которые жаждут следующей жизни, то Аллах воздаст им прелести в этом мире и в следующем. Например, ты бизнесмен. И кто-то говорит тебе, «У тебя будут некоторые проблемы и трудности первые 70 лет. А затем у тебя будет вечная жизнь, вечного блаженства и нескончаемого счастья. Эти 70 лет просто ничто по сравнению с последующей вечной жизнью. И как бизнесмен, ты, конечно, не будешь против того, что встретишь некоторые трудности в течение этого короткого срока. Это как будто у тебя экзамен. И ты усердно учишься, мало спишь или вообще не спишь несколько дней до экзамена. Ты сильно стараешься и устаешь. А затем сдаешь экзамен, потому что это лучше для твоего будущего. И то же самое с этой мирской жизнью. Это является экзаменом, чтобы пройти в следующую жизнь. Если ты махеш-индус и веришь в священные книги индуизма, то в ведах, в книге Ригведы, часть 10, глава 16, стих 5 и 6, говорится о Пунарджанам. Пунар значит следующее, Джанам значит жизнь. И то же самое говорится в священном Коране, что будет следующая жизнь. А насчет цикла перерождений, где ты рождаешься, затем умираешь, рождаешься и умираешь, этого не упомянуто в ведах. Но там говорится только о вечной жизни, о которой также сказано в Коране. Поэтому мудрый человек подумает так же, как подумал бы хороший бизнесмен. Потому что последняя жизнь многократно лучше этой. По сравнению с последней жизнью, эта жизнь не стоит даже 0,00001%. И разумный человек будет с пониманием относиться к тому, что в этой жизни есть некоторые трудности, чтобы в последней жизни быть в раю. Так ты хочешь быть в раю или аду в последней жизни? Брат. Да. Куда ты хочешь попасть в следующей жизни? В рай или ад? Нет, сэр. Я не думаю, что будет вторая жизнь. Ты веришь в книги индуизма? Да, сэр. Но только в некоторые пункты Священного Писания. Ты веришь в веды? Да. Но я мало что знаю об этой книге. Но ты ведь веришь, что это священная книга? Простите? Ты веришь, что это книга от Бога? Я считаю, что я Бог. И вы Бог. Мы все Боги. Мы все Боги. Это то, что говорит индуизм. Каково определение Бога? Я не знаю. Ты говоришь, я Бог, ты Бог. А когда я спрашиваю об определении этого слова, ты говоришь, я не знаю. Получается, ты не знаю, и я не знаю. Но я-то знаю себя. Ты говоришь, что ты Бог, и я Бог. Мы частички Бога. Но я спрашиваю тебя, кто такой Бог. И ты говоришь, я не знаю. Ты говоришь на английском или каком языке? Я говорю на английском. Тогда скажи определение слова Бог. Я не могу дать вам определение. Я могу лишь чувствовать его. Так если ты не знаешь, что такое Бог, как ты можешь говорить, что ты Бог и я Бог? Но я могу почувствовать его. Он повсюду. Он внутри нас. Сначала определи, кто такой Бог. А потом можешь говорить, что Он везде, и являешься ли ты Богом или нет. Сначала объясни, кто такой Бог. Если твое определение неправильно, то я скажу тебе, что это не тот Бог, о котором говорю я. Каково определение Бога? Я не могу дать вам ясное определение. Это значит, что ты не веришь в Бога. Я не говорю о Боге, о котором говоришь ты. Тебе следовало спросить меня об определении Бога. И я бы объяснил тебе. Да, сэр. Не могли бы вы объяснить мне? Если ты чего-то не знаешь, что ты должен сделать? Ты должен спросить, не так ли? Спроси меня, и я скажу тебе. Сначала я скажу тебе определение Бога согласно Ведам и Упанишадам. А потом перейду к Корану. Если ты прочитаешь Чандоги и Упанишад, глава 6, раздел 2, стих 1, там говорится «Бог един без второго». И также в Шветошватра Упанишад, глава 6, стих 9, говорится «Нет у него никакого господина в мире, не властителя, нет у него признака, он причина, владыка владык, органов действий, нет у него никакого родителя и нет владыки». И также упомянуто Шветошватра Упанишад, глава 4, стих 19. У этого бога нет протима. Протима значит изображение, фотография, идул, статуя, портрет, то есть нет ничего подобного ему. И то же самое повторяется в Йаджурведа, глава 32, стих 3. У этого бога нет изображения, идола, фотографии, статуи, портрета. И в Брахма-сутре индуизма говорится «Поистине, он один бог, нет второго ему. Никогда, никогда, никогда». Поэтому, основываясь на этом определении, бог один и нет ничего подобного ему. И Коран говорит в Суре Ихрас, аят с первого по четвертый, «Определение бога» — это «Скажи, он Аллах Единый, Аллах Самодостаточный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему». «Скажи, он Аллах Единый, ты единственный человек на земле, или я единственный, да, или нет? Да, я человек. Разве ты единственный человек в мире, и нет другого человека, кроме тебя? Нет, нет. Скажи, он Аллах Единый, Аллах Самодостаточный, то есть Абсолютный и Вечный. Ты Абсолютный и Вечный? Нет. Так как ты можешь быть богом? И я не Абсолютный и не Вечный. Как я могу быть богом? Он не родил и не был рожден. Ты был рожден? У тебя есть родители? Да. Тогда как ты можешь быть богом? Я также был рожден. И как я могу быть богом? Он не родил. У меня есть дети. У тебя есть дети? Да. Тогда как ты можешь быть богом? И нет никого равного Ему. Это значит, твое определение бога неверное. Я говорю о моем определении бога. Забудь о своем придуманном определении. Это, возможно, твое субъективное определение. Я не говорю о нем. Это ложное божество. Я не говорю о том боге, о котором говоришь ты. Я же говорю об истинном боге, едином, самодостаточном, который не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. И исходя из этого определения, можешь ли ты назвать себя богом? Или могу ли я назвать себя богом? Если вы хотите, вы можете. Я спросил тебя, ты был рожден? Ты сказал «да». Если ты будешь называть себя богом, тебя просто назовут сумасшедшим. То, что я чувствую, сэр, это то, что я частичка бога. Вы говорите, что бог един. Я чувствую, что я его часть. Часть самого великого бога. И мы представляем из себя его частички. Возможно, нас отделили от бога. Ты сам придумал это определение бога. Это не определение бога из Вет или Корана. Ты говоришь о каком-то другом божестве, в которого ты веришь. А я говорю об истинном боге, в которого я верю. Он един. И он не состоит из частей. Оставь бога, о котором ты говоришь, хорошо? Бог, о котором ты говоришь, оставь его в сторону. Я говорю тебе об определении моего бога. Ты понимаешь? Он единый бог, обладатель абсолютной силы. Ты обладаешь абсолютной силой. Ты обладаешь абсолютной силой. Нет, я не обладаю абсолютной силой. Значит, ты не бог, о котором я говорю. Оставь в стороне бога, о котором говоришь ты. Хорошо. Я говорю тебе об истинном боге, кроме которого, ля-иляха, нет бога. Это означает, что все остальные божества ложные. Оставь их в стороне. Я говорю тебе об истинном боге. Я говорю тебе о правильном определении. Когда кто-то говорит «2 плюс 2 равно 5», оставь это в стороне. Бог, о котором говорю я, един, самодостаточен, не родил и не был рожден, и нет никого равного ему. У него нет родителей и нет детей. Нет ничего подобного ему. Ты веришь в такого Бога? Нет, сэр, я не верю. Это и есть проблема. Это значит, что ты не хочешь верить в истинного Бога. Я посоветую тебе прочитать цитаты из индуистских книг, которые я привел тебе, и перевод смыслов Священного Корана, и постарайся найти истинного, правильного Бога, а не этих ложных богов. Я Бог, ты Бог, Он Бог. Я не считаю себя Богом. Но ты приходишь и говоришь, что я Бог, и хочешь, чтобы я сказал тебе «Да, я Бог». Я не дурак, чтобы принять твои слова. Если ты хочешь попасть в ад, это твой выбор, но не надо меня тащить с собой. Я хочу попасть в рай, и я хочу взять тебя с собой в рай. Но я не могу этого сделать, если соглашусь с тобой в том, что я Бог и ты Бог. Тогда мы оба попадем в ад. Я предпочитаю вместе отправиться в рай. Поэтому я советую тебе прочитать свои священные книги, веды и упанишады, и прочитай Коран, и займись самообразованием, и присоединяйся ко мне, чтобы вместе войти в рай по воле Аллаха. Спасибо. Ас-саляму алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы прорекламировать канал одного брата, который называется «Аглю Асар Медиа». В нём затрагивается много разных тем, очень полезных для мусульман. И я прошу братьев и сестёр подписаться на этот канал. И в этом, иншалла, будет польза для вас. И с продвижением подобных каналов они становятся известными. И благодаря этому много немусульман могут увидеть истину и принять ислам. И вы станете этой причиной. И по воле Аллаха за это вам будет награда. Ссылку на канал я оставлю в описании и в комментариях. Так что подписывайтесь. Жазаким Аллаху хайран.